И что мне было самоопределяться, если я хожу, я разговариваю? Как? Я не понимаю этого. И кому-то я должна доказывать, что я живая? Не надо никому доказывать. Нужно осознать. Ты сама на себя накладываешь образ увядания. Наложи образ, семечко, развивающийся. Вот только посадили. Антон, я всегда себя считаю. И все у тебя получится. Кто-то готов вступить в диалог? Я готов. Давай. Ты кто? Кто такой мужчина? Ты не знаешь, кто ты? Кто такой живой? Да, это мое имя. А ты его сам себе выбрал? Называя человека определенным именем, ты накладываешь на него определенный образ. Фамилия говорит о том, как вы себя будете вести в обществе. Родители втихаря придумывали секретное имя. То есть уже два имени. А иногда просто ходили на тонкий план и там. Так вот, разберись со своим именем, что он означает. И ты поймешь, откуда у тебя те или иные черты характера. В любой момент можно выбрать самому себе любое имя. То есть она назвалась именем. Что такое имя? Научитесь сами себе отвечать на этот вопрос. Кто я? Я стадии саморазвития. Не надо ничего ломать, просто осознать надо. А ты куда пошла с мечом и с влагом? Если на словах говоришь, значит и в мыслях то же самое. Это не просто базар. Ты вот этими словами творишь. Ты образы накладываешь. Так ты же сама с мечом пришла. Что ты хочешь? Меч не надо носить с собой. Если с ненавистью, то ты проиграешь. Ты сам таким же становишься. Агрессивным. Отождествили нас с персоной, с паспортом, с бумагой. И вот люди начали говорить. Я по паспорту такой-то. Им нужны мои данные. Что им нужно сообщить? Я говорю, ну вообще там объем бюста, объем бедер. Трудно себя отделить от паспорта. Ты его можешь мне передать? О, видишь, ты даже с бумажкой не можешь расстаться. Ты по паспорту? Кто был первый создан? Паспорт или ты? Кто такой паспорт? Она его оживила. У тебя душа там что ли? Раньше вообще без бумажек жили. То есть возможно же и без бумажек? Наверное. Наверное? А паспорт кто выдал? Кто создатель паспорта? Прежде чем самоопределиться, нужно растождествиться. Самый большой труд в жизни – это самовоспитание. Самообразование. Я тебе указываю, почему тебе трудно. Если ты это осознаешь, тебе будет легко. Это буквально запрограммировали все. Перестаньте думать программами. Фамилия Берсоны, мне Бенгаков. Паспорт где-то, Бенгаков. Чей? Паш. Ну кто, Бенгаков? Нет, я живой мужчина. А вот папа Берсоны. А вы кто? Я же сказал, живой мужчина. А этот Булгаков где? У вас в руках? Нет, он же передо мной, он должен стоять. Желательно, да. Вам лицо показать? Да. Да? Ну, потому что я не являюсь бумагой, я являюсь живым мужчиной. А у вас в руках бумага. Логично? Идентифицируем вас с этой бумагой. Нет, неправильно. Где вы будете проживать? А я-то тут при чем? Я хочу снять персону с регистрации. А этот Булгаков где? У вас в руках. У кого какие вопросы? Можно ли сказать, да? Нет, нельзя. Нет, встревать не надо, вопросы задавай. Вот тебе именно встрять охота? Ну, вопросы задавайте. Давай, задавай. Ты уже задала. Я тебе сказала, что ты не готов. Давай вопрос. Так, еще раз вопрос по поводу... Смотри, еще раз. Только коротко. По поводу протокола, который ты объяснял, как заполнять, чтобы не растеряться, запомнили, люди-то усвоили это или не усвоили. Значит, я поговорила с Инной, попросила ее распечатать образцы с интернета. То есть, раздать людям, чтобы они не просто тебя слушали, чтобы они даже и видели, что за протокол, где заполняешь, на какой странице. А я же показывал на обучении. Нет, ну ты на обучении показывал, и видео у тебя есть. Я просто говорю к тому, что раздаточный материал я попросила Инну сделать, но так как она сейчас приболела, она сегодня не пришла, хотя она все это сделала, чтобы людям, которые здесь тебя слушали, просто им раздать. Ну, давай. У меня нет, Инна должна была пласть, и она заболела. Вот. То есть, закрепить эту тему, чтобы больше к ней не возвращаться. Потому что одно дело послушать, и вроде как все понятно, и все знаешь, а когда коснись действительно, что там, не растеряешься с этими товарищами, напугаешься, и рука задрожит. Ну, вот у нас тут три человека присутствуют, которые после обучения, ну, как минимум трое, после обучения сталкивались именно с масками, с протоколами и растерялись. И растерялись, я же говорю. Вот у меня такое предложение. Значит, ну, так как у меня не пришла, ладно, сами тогда распечатывайте вот протоколы административного правонарушения. Ну, это для тебя распечатываю. И еще, я бы вам посоветовала всем. Там уже конкретно, там методичка от тоже блогера. Ну, я так думаю, что он правозащитник, помогая людям по этим протоколам. Просто идет, вот решил, ну, помочь, чтобы людей не штрафом будет. Просто я вам сейчас скажу, кто такой. Вот он называется вот какой-то необычный, как башкирый, да, с башкирией мужичок. Вот, у него конкретная методичка, конкретная. И он объясняет, там тоже пять минут его послушать. Вот у меня все, потому что, а так как, надо как-то закреплять то, что мы услышали. Ну, что в школе. Тема прошла. У тебя телеграм стоит? Да. Ты в чате с Ругунадзор разговоры присутствуешь? Я в разговорах не присутствую, а смотрю, что там делается. А, что, этот, на канал Ругунадзора подписано? Да, мне есть. Так вот, там три методички я выкладывал, именно по маскам. 20.6.1. Как действовать в случае, если вставляют протокол именно по маскам? И ведь там есть в том числе методичка вот этого необычного человека. Нет, ну все, я просто сказала своему миру. А там уже люди хотят, пусть смотрят, пусть смотрят. Кто смотрит, кто видит, кто читает, тот узрит, кому надо. Кому не надо, кто ищет, тот найдет сам. Все, хорошо. Кто не ищет, тому хоть в руки дай, все равно не найдет. Все, тогда давай, что сегодня будем изучать? Следующий вопрос. Я предлагаю пройтись по пяти шагам самоопределения. Потому что очень многие думают, что они уже самоопределились, осознали себя живым. А на самом деле все четыре этапа первых пропустили. Да, я вообще даже не знаю, как себя определять. У всех все по-разному. Вообще не понимаю, как я такая. Да? Ты готова со мной вступить в диалог? Нет. Нет? Нет. А что пришла тогда? Слушать, учиться. Здрасте. Так а учиться-то как? Мне же ученики нужны, я же не могу сам себя обучать. Вот мы ученики. Вот я хочу с тобой в диалог вступить, а ты отказываешься. Я не потяну с тобой в диалог вступать. Если ты не заметил, мы уже пять минут разговариваем в диалоге. А ты все тянешь. Тренировка. А никто не вмешивается. Дальше будешь тянуть, нет? Не знаю. Да, нет. Ну, что ты такие вопросы задаешь? Я не знаю. Хороший ответ. Кто-то готов вступить в диалог? Я готов. Давай. Ты кто? А, живой мужчина. Хозяин имени Павел. Молодец. Кто такой мужчина? Определение, закрепленное в Конституции. Меня не интересует Конституция, я не читал. Я тебя спрашиваю. Кто такой мужчина? Человек мужского пола. Пола? Какого пола? Может, потолка? Или именно пола? А может быть, стен? Кто такой мужчина? Так это я тебя спрашиваю. Кто такой мужчина? Я не знаю. Молодец. Хороший ответ. Ты не знаешь, кто ты? Ты вот эту фразу услышал где-то, но кто такой мужчина, ты не знаешь. Хорошо. Это второе слово было в твоем самоопределении. Обращаемся к первому. Кто такой живой? Человек, который... Обязательный человек? Да. А что, растение не живое, что ли? Кошка не живая? Живорожденная. Собака не живая? Живые. Подсказать можно? Да, и универсальное, необходимое и достаточное определение слова «живой». Живорожденный, развивающийся, растущий. Стоп. Живорожденный не подходит. Семена никто не рождал. Они зазрели. Упали в землю и проросли. Они живые. Тогда растущие и развивающиеся остаются. Мы же все растем, меняемся в ростную, в ту или другую сторону. А развитие – это, соответственно, самоопределение себя в окружающем мире, изучение окружающего мира, понимание его, не изучение, а понимание. Растение, которое увядает, оно еще живое? Да. Но оно же не растет, не развивается, оно увядает. Но оно живое. Тогда это одна из стадий жизни. То есть, рождение, развитие, увядание, смерть. Ну, состояние увядания относится к определению живой? Да, относится. Это одна из стадий. Так. Тогда еще раз. То есть, необходимые условия развиваешься растущей, но это недостаточно, потому что увядающее сюда не вписывается. Оно увядает. То есть, оно не развивается, не растет. Наоборот, увядает, сохнет. Но оно все еще живое. Это я к тому, что есть рано или поздно, лет через 50-60, у всех у нас такое же состояние будет. Состояние увядания. Мы не будем расти и развиваться, но у нас уже у многих рост прекратился. И развитие именно физическое. Физическое и умственное развитие может продолжаться. Вот. Ну, то есть, мне следует расширить определение. Ну, либо ты даешь пояснение слова растущей и развивающейся. Либо надо как-то увязать сюда слово увядающей. Тогда живое – это все, что может… Растение не особо дошевелится без ветра. Все, что может родиться, может быть рождено. То есть, пройти этап перехода. Я тебе уже говорил про слово «рождено». Семя никто не рождал. Оно созрело. Тогда какое слово лучше применить вместо… Какая разница, что с ним было до этого? В данный момент… Берем вот семечка. Она живая? Да. Оно способно дать росток. Это не делает его мертвым. Имея способность к саморазвитию. Правильно? Да. Потенциально оно живое. В данный момент мы не видим в нем жизни. В нем нету развития. Оно вот в спящем состоянии. Попав в благоприятные условия, оно начинает расти. Вот. Саморазвиваться. Совершенствоваться. Рост, саморазвитие, совершенствование, увядание, смерть. А когда оно увядает, оно саморазвивается? В принципе, не могу ответить на этот вопрос, потому что не в курсе. Засыхая растение, что дает в природе? Топливо человеку. В природе удобрения. Семена дает. Семена она уже дала в состоянии… Рассвета сил. Рассвета сил. Вот. Да, оно как удобрение становится. Ну, по крайней мере, даже не растение, а кустарник какой-то там. Опавшие листья, трава. Семена бросила в почву, потом увядает, чтобы удобрить эту почву. Помогает развитию своего потомства. Еще один признак живого. Видишь, я даже этого не знал. Сейчас вот в ходе вот такого диалога, за счет вопроса и проверки каждого слова на действительность, приходим к определенным выводам. Так. Пути ясны? Ну… А теперь дай универсальное, необходимое, достаточное определение, трактовку слова «живой». Оно должно быть коротким или длинным? Необходимым и достаточным. Необходимым и достаточным. Не слишком коротким и не слишком длинным. Ровно столько, сколько необходимо, и ровно столько, сколько достаточно. Да. И универсальное, то есть можно применить ко всему. К семечке, к котенку, к мужчине, к женщине. К рыде, к микробу. Это объект, который способен проходить определенные стадии своего роста, развития, изменения, продолжения своего вида, увядания, заботы о потомстве и последующей смерти. Ну, просвертить смерти – это отдельное слово. В общем, ну, ключевые слова – это найдено. Теперь по поводу… Что ты там дальше сказал? «Живой мужчина», а дальше? Хозяин имени. Какого? Павел. Отлично. Павел – это твое имя? Да, это мое имя. А ты его сам себе выбрал? Да, я его выбрал сам себе. Когда? После того, как получил какие-то поверхностные знания о том, что такое хозяин имени. Год-два назад примерно, когда? Несколько недель назад. А до этого у тебя какое имя было? Такое же. Кто его тебе придумал? Родители. Отлично. То есть, ты себе выбрал точно такое же имя, как вы тебе выбрали родители? Правильно? Ну, для простоты общения с людьми, другими людьми, живыми или неживыми, я использую его. Но я могу его по желанию поменять. Потому что есть разные категории людей, которые знают меня под разными именами. В «Контерстраке» ты один, в «Доте-2» ты другой? Нет, в реальной жизни. Ага. Ну, кстати, никнеймы тоже самое относятся. Возможно, я не задумался на данную тему. Слово «Павел» разбирал? Никак нет. Что означает? Откуда происхождение? Смысл какой-то? Могу подсказать смысл. Точнее так, знаю смысл, с которым родители его выдали мне. Не-не-не. Сам не разбирал это слово. Так вот, обратись к, скажем так, всеобщим знаниям и посмотри там в Википедии, там я не знаю. Так они будут немножко искажены. Само собой. Тайные имени, всякие разные сайты там, я не знаю, что угодно. Большинство имен в России идут из греческого языка. Ну, вот эти там Кирилл, Антон, Дмитрий, Николай. То есть, вот после принятия веры они там это, они все из греческого языка. В греческом языке эти слова имели определенный смысл. Вот, с этого, имя, отчество, фамилию, свои персоны я давно разобрал. Антон Николаевич Булгак. Антон, это имя, это, скажем так, собственные качества, как люди видят тебя снаружи. Как они тебя называют, вот как корабль назовешь, так он поплывет. Вот как называешь кого-то, он так и себя будет вести. Именно он будет себя так вести. Вот, называя человека определенным именем, ты накладываешь на него определенный образ, который имеет определенное значение. Общепринятое, есть значение на тремком плане определенные образы, всякие разные. И вот, Антон, именно А, буква, то есть это греческое имя, оно означает, сопротивляешься, уступающий в бой, противоположный. Булгаков, Баламут, Смутьян, возмутитель общества. И Николаевич победитель. Вот, когда психушку пришел, они говорят, ты кто? Я говорю, Антон из рода Булгакса, Николай. Антон означает, творец в равновесии. Совершенно другой образ. Я им говорю, я Антон, меня звать Антон. Они говорят, нет, ты Антон Николаевич Булгаков. Ну, нате, получайте. Вступающий в бой, противоположный, сопротивляющийся. Баламут, Смутьян, общество, возмутитель, победитель. Что произошло в психушке? Чуть ли не бунт. То же самое в камере. Как назовете, так и буду действовать. Очень большое значение имеет то, как вы сами себя называете. Поэтому смена имени – это ключевой момент в жизни. К этому нужно подходить очень мудро и со всех сторон предусмотрительно. Как сами себя назовете, так и будете себя вести. Соответственно, смотрите, имя собственное говорит о том, как вы сами себя будете вести. Все ваши черты характера, это все здесь зашито. То есть, это образ, который накладывается именно на вас. Фамилия или так называемое имя рода, она говорит о том, как вы себя будете вести в обществе. Взаимодействуя с другим. Допустим, собирается там какой-то пионерский лагерь, или слет общий, или вы в какое-то общество заходите, совершенно непонятно. Рано или поздно выстрелит вот это понятие, вот это название, вот этот образ имени рода. То есть, вот у меня вот эта персона, да, баламут-сметьян, возмутитель общества. Куда я не зайду, везде одно и то же. Чуть ли не до бунта доходит. Но все это не от меня исходит. А люди сами, видя, как я себя веду, как я проявляю свою волю, сопротивляясь, вступая в бой противоположным. Антоним. Само все собой происходит. И получается, вот это имя рода, оно тоже срабатывает в обществе. Когда в обществе человек заходит. На необитаемом острове фамилия и имя рода вообще никак не работают. Потому что ты там один. Там только работает имя. Там ты себя будешь проявлять, вот именно противоборствовать именно природе. Как ты сам себя там проявишь. Вот я всегда пример привожу именно на необитаемом острове. Когда ты один. Когда не с кем сравнивать. Не с кем взаимодействовать. Только природой ты. А вот отчество, оно говорит о том, оно отсылает именно, вот зашито, да, отцовство, отечество, то, что находилось, скажем так, наследие. И то, что будет в итоге, то, что ты передашь в будущее. То, что тебя сзади твой род поддерживает. И то, что ты передашь своему потомству. И что в итоге получится. Вот Николаевич победитель. В итоге все равно победит. Как бы не опускал руки, как бы не старался, все равно будет именно тот образ, который наложен через отчество. Поэтому к выбору имени, отчества и фамилии нужно подходить очень скрупулезно. И раньше именно так и делали. То есть давали ребенку изначально одно имя. Родители втихаря придумывали секретное имя. То есть уже два имени. А потом по достижении 7 лет или 13 совершеннолетия собиралась эта община. И через тонкий план, и по ваткам, по характеру давали имя, прозвище. То есть определяли образ. Кем будет, как будет, какой у него характер. Соответственно характеру, соответственному поведению, соответственному образу с тонкого плана давали имя, выбирали. А иногда просто ходили на тонкий план и там слушали, смотрели, читали имя, которое на самом деле принадлежит вот той частичке душе. Такое тоже делали. И сейчас такое делают. И определяли, соответственно, общее имя для всех, для общества. Имя для семьи и имя, как сказать, вот этой души, которая являлась секретным. Потому что вот эти маги черные, они очень любят вот это имя вытаскивать, которое принадлежит именно душе. Именно через него идет прямой доступ к душе. Ни фотографии, ничего не надо, просто знать имя. А многим и этого не надо. Все зависит от уровня мастерства. Поэтому очень важно знать и четко выбирать все имя. Так вот, разберись со своим именем, что он означает. И наверняка, прочитав определение в интернете, ты поймешь, откуда у тебя те или иные черты характера. Именно вот то, что тебя называют Павлом, Павел, и ты сам себе в осознании принял это, что ты наложил этот образ там на себя, это накладывает и заставляет тебя определенным образом вести себя. А ты там никуда не лезешься. Так если ты не знаешь, допустим, что твое имя обозначает, как ты можешь для себя запрограммировать? Нельзя же, если ты не ведаешь, что там за имя. Ну, имя и имя. Это если ты уже знаешь, допустим, разобрался, что ты вот такой-то, и да, тогда уже идет, можно, программа уже идет там на подсознание. Храбрый. Не вопрос. Вот же Павел говорил, что в любой момент можно выбрать самому себе любое имя. Правильно, если когда ты сам выбираешь и знаешь. А если ты не знаешь, а просто имя, то тогда нету же последствий таких. Кто знает, какое имя себе выбрал Топорков? Никто не знает? Какое? Никто не знает? Он много раз говорил его, никто не слышал? Выше гор. А Выше гор? Ну, что его не слушают, не смотрят же. Все смотрят, все слушают. Ну, когда-то я слушала, а так больше уже. И у многих тех, кого Вы видите по Ютубу, тут же ***, у всех. У них есть свои собственные имена, которые они сами себе выбрали. Какие еще вопросы? Пять стадий. Пять стадий? Да. Пять стадий саморазвития. Кто их помнит? Самоопределение, первая стадия. Никто не помнит. Самоидентификация. Все слушали, никто не помнит. Ну, давай. Ты вот, Павел, у нас решил держать стройку. Самоопределение, дальше что? Самоидентификация. А это ни одной тоже? Насколько я понял, нет. Чем отличается? Самоопределение, когда человек определяется своим именем и с тем, кто он. То есть, кто такой живой человек, живой мужчина. Дальше, соответственно, отделяет себя от своей персоны. То есть, то, как он в документах представлен. Это самоидентификация уже? Да. Ты что-то путаешь. Самоидентификация. Вообще, идентификация, это, если почитать словари с английского, это, грубо говоря, там, не помню, с какого языка. На английском тоже есть это слово. В общем, оно означает то же самое – определить. Так что, по большому счету, самоопределение и идентификация. Самоидентификация – это два совершенно одинаковых слова по смыслу, по большому счету. Самоопределение, самоидентификация. Ясно. Тогда, получается, буду проще говорить, первый этап – самоидентификация, второй этап – отделение себя от персоны, своей персоны конкретно. То есть, отделение себя как личности, как живого мужчины или живой женщины, от того, как это документально представлено. От той же самой бумажки, типа паспорта. Очень тяжело отделиться. Вероятно. Не знаю. От чего или от кого? Вот это же отделить себя от паспорта и… Что трудно, что ли? Паспорт – это же не ты. Подожди, 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 подожди. Я вот на себя это примеряю. Подожди, еще раз. Трудно себя отделить от паспорта? Я не понимаю, как это отделить. Я не понимаю, что… У тебя паспорт с собой? Нет. Представь, что вот эта бумажка – это паспорт. Я понимаю. Я разобралась с паспортом. Ты его можешь мне передать? Тебе? Да. Бумажку? Да. Ну, думаешь, что это паспорт. Можешь передать мне? Я тебя не прошу передать. Я тебя спрашиваю, можешь или не можешь? Нет. Не можешь? Это мое. Мое? О, видишь, ты даже с бумажкой не можешь расстаться. Не дам. Если я передам тебе паспорт, я передам тебе мои права. Нафига? Что, какие твои права? Что, в паспорте все твои права находятся? Ну, да. Права раба. Ты раб? Да? Какие права раба? По паспорту, да. Я тебе говорю. Подожди. Стоп. Ты по паспорту? Да. Ты по паспорту? Не я, господи. Я тебе говорю, вот это для меня отделение себя от этой бумажки. Вдумайся вот в эту фразу. Подожди. В фразу в эту думайся. Ты по паспорту. Вот многие спрашивают, ты по паспорту кто? Ну, вот, да, я бы там же. Кто? Я не знаю, кто. А теперь вспоминаем видео «Заблудился в двух соснах». Кто был первый создан? Паспорт или ты? Ну, конечно, я. А почему ты по паспорту, если он был позже создан? Это паспорт с делом, по твоим персональным данным. А почему ты говоришь «по паспорту?» Я по паспорту. Такого быть, в принципе, не может быть. И вот сейчас это все переломать, вот тут внутри, вот так вот. Не надо ничего ломать, просто осознать надо. Вот осознать это. Это до такой степени мышечная память, что вот как нас научили, это попробуй сейчас себя это все переломать и все это по-новому делать. Это нужно тоже в какие-то тренировке. Внутри головного мозга нету мышц. Вот вот тут. Нету там мышц. Там нету мышечной памяти. Там нейроны. На память это так образно говорят, что это индивидуально автоматически. А нейроны – это связи между собой. Это называется перевел стрелку на другой путь, пошел другим путем. Вот, вот попробуй эту стрелку перевести нафиг. И как же ее там перевести? Вроде все знаешь. Вроде идешь такая, в одной рукой это флаг, во второй этот самый меч. А как коснешься, блин, или что-то все забыла. А ты куда пошла с мечом и с флагом? Ну, на образуру типа ЖКХ. Типа в суд. На войну, что ли, ходишь? Конечно. Ты воевать ходишь? Ну, как, не прямо в смысле воевать, а словесно, конечно. Не, ну ты на словах-то говоришь, что воюешь. Ну, словесно воюю. Так если на словах говоришь, значит и в мыслях то же самое. И в мыслях, когда приходишь к чиновникам, когда приходишь куда-то. Я что, с ними беседу веду, про любовь разговариваю? Конечно, я воюю на уровне закона. А ты теперь вспомни фразу Александра Невского. Кто к нам, с чем придет? Тот и от чего погибнет? Что с тобой происходит? Со мной? Я не знаю, что со мной происходит. Фраза эта отнесена не только к действиям, не только вот к этому мечу, который физически существует, но и к мыслям. Если ты мысленно пришел к нему с мечом, то ты от меча и погибнешь, он еще больше меч достанет. Ты-то одна пришла, а там у них административный ресурс. 500 миллионов всяких чиновников. Ну, кто победит? Есть смысл воевать с ними? Или ему рвис? Есть смысл мысленно меч с собой носить? И с мечом приходить к ним? А с чем ты тут не ходишь? Я? С голыми руками. Ну, мы ходим с ручкой и с бумагой. Ты с мечом мысленно ходишь? Да, мысленно. Это словесный базар мысленно. Это не просто базар. Ты вот этими словами творишь. Ты создаешь ситуацию. Хорошо. Ты образы накладываешь. Не, ну ты представляешь, как это сейчас человеку, который привык жить вот так, как мы живем. И теперь сейчас нам войти в этот образ. И все это вот там вот идешь, и ты там что-то там складываешь в своем образе. Не надо ничего складывать. Я лично этого не могу. Меч не надо носить с собой. Но это образное слово, что ты идешь, что-то доказываешь. А я тебе еще раз поясняю. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Ты думаешь, это они там сидят такие все злые, с мечами, и всех рубят налево-направо? Нет. Это ты к ним такая пришла? Отсюда все беды. Да мы не любить приходим, мы разговариваем. Стоп, ты только что сказала. С мечом и с лагом. Это образно. Это образно. Вот в том-то и дело, что ты сама этот образ накладываешь на всю ситуацию. Переведи все на русский язык, чтобы было понятно. Можно скажу? Давай. Антону очень правильно говорит, просто вы его немножко не слышите. Мы же говорим о словах. Это очень важно. Только что разбирали с Павлом каждое слово. Что оно означает тогда? Слово можно убить, можно увеличить. Вот я сейчас могу одно слово сказать. Вы можете на меня на всю жизнь обидеться. Правильно? Правильно? Могу же обидеть? Одним словом. Могу другу потерять одним словом на всю жизнь. Поэтому слова в нашей жизни, они очень важны. И они материальны. И как вы сказали, с мечом это правильно сразу же отображает на вашу внутреннюю сущность. Понимаете? Что вы ходите с мечом. Я сам на себе это испытал. Как я захожу куда-то, ну я сам по себе такой человек, что раньше, да, лет 10 хотя бы назад взять, очень спыльчиво, очень там, да, любитель, там, где-то подраться там и так далее. И когда я заходил в различные, неважно куда, ну где, в разных сферах, да, хоть там груз получаю я, хоть в командировке в Владивостоке, там еще что-нибудь. И как я сам себя веду, да, то есть я получаю не от кого-то, я получаю от самого себя. Понимаете? Как я веду себя с остальными людьми, я получаю не от них. Как говорится, как со мной, так и я с ними, да? Или как со мной, так и... Я правильно объяснил? Нет, доходчиво. Если не ясно, о чем мы тут говорим, посмотри, мультфильм называется «Крошка енота». Да, кстати. Очень сильно отображает. Смысл мультфильма в том, что енот не мог никак напиться, он ходил к водоему, а там... Страшный зверь. Он смотрел в отражение водоема, а там какая-то зверушка неведомая, на него постоянно рожицы строила и рычала на него. Он не мог понять, почему его не пускают к озеру. А потом ему пояснили, «Ты дурак, это же ты там отображаешься». Ты, говорит, ему улыбнись, и он будет радостный. Да он быть такого не может. А он что, мне тоже, что ли, улыбнился? Пошел, улыбнулся и напился. И с радостью напился. А вы все ходите с мечами, с флагами и думаете, сейчас я их там всех разнесу. Выходит, блин, да что ж такое-то? Опять меня разрубали на части, как разрубленная вся вышла оттуда. Что такое, почему? Так ты же сама с мечом пришла. Что ты хочешь? Приди без меча, как к другу, к брату, к сестре. Это они к нам пришли с мечом. Да никто к вам не приходил. К вам-то они не пришли. Что тебе в бумажках написано? Вот когда тебе домой придут, вот тогда это другой разговор. И когда ты туда идешь, это ты туда идешь. И у тебя... Они ко мне в дом пришли. Стоп, стоп. А мы с любовью. Ты сама сказала. А я с любовью, да я тебя люблю, дорогой. Что тебе хочешь от меня, да? С любовью, да. Денег хочешь? Да нам, пожалуйста. Нет, почему? С любовью можно разговаривать. В крайности не... С любовью даже дерутся, понимаете? Раньше наши почему всегда побеждали? С любовью игрались? Да. Почему наши всегда побеждали? Врага убивали с любовью, понимаете? Я понимаю это. Как это так? Врага убивали с любовью? Ну, чтобы он не творил больше зла. Даже представить не могу с любовью убить. Я говорю, а вы не прибиваете. Врага убивали с любовью, чтобы он не творил больше зла. Понимаете? Не понимаю. Я, как разумный, осознанный человек, обязан остановить того, кто способен в будущем сотворить более масштабное зло, чем сейчас. Я обязан это сделать. Я его становлю с любовью, как брату, как сыну. Нет? Не ясно? Накажу. Я становлю. Если с ненавистью, то ты проиграешь. Ты вроде как защищаешь, ты за правое дело. Но если ты с агрессией защищаешь сам себя, ты проигрываешь. Ты умираешь. Все. Ты сам таким же становишься. Агрессивным. Дальше. Это нормально. Главное, не воспринимайте на себя. Мы сейчас это разбираем. Это очень важно. Это очень важно. До меня пока не доходит. Для каждого человека важно. Когда до меня дойдет, тогда скажу, я поняла. Есть что думать. Прежде чем такие вопросы разъяснять, нужно изучить, что такое камер, реинкарнация. Нет, нет. Вот тут надо отталкиваться от слов того, с кем разговариваешь. Она произнесла слово. Это все образно говоря. Ты говоришь и не осознаешь, что ты говоришь. Ты правильно говоришь? Это образно. Что такое образ? Образ. Образ – это, по сути, голография. Проект. Можно в компьютерной графике строиться. Сначала как блин, лепят. Что-то непонятное. Потом детали, детали, детали. Короче, вот он. Макет. Макет, прототип, образ. То, что должно в итоге получиться. А потом с этого мелкого образа лепят гигантские скульптуру. Или здание строят. Образное мышление. Да, вот это образ первоначальный. Художник, никто никогда не возьмется построить здание без образа. А образ – это проектная документация. Которая читаема всеми. Все ее понимают. Ну, специалисты. Так вот, вот этот образ, он существует на так называемом тонком плане. Если ты произнесла хотя бы одно слово «я с мечом», подумала об этом, что ты с мечом, но никому не сказала. Ты думаешь, что ты подумала, и никто об этом не знает ни хрена подобного. Все об этом знают на уровне подсознания. И когда ты к ним мысленно приходишь с мечом, но не сказав никому ни слова об этом. Весь мир реагирует на твой меч. Неосознанно. Это так и есть. Ты просто до этого не догоняешься, но это все есть. Ну, я тебе по-простому объяснил. Посмотри «Крошка-енот» был фильм. Вот «Крошка-енот» – самый лучший пример. Посмотришь, если не поймешь, я не знаю, как тебе еще донести. Вот у нас была древнесловянская буквица. Буквица – это образное мышление. У нас есть алфавит, это 33 буквы, да? Которые А, Б, В, Г, Д. Что такое буква А? Можете сказать? Нет. По той буквице не могу. Нет, по нашей. Что такое буква А? Это буква А, первая буква в алфавите. Да. Больше ничего. Больше ничего. А А, Аз – это я, это Бог, Творец, да? И так далее. То есть у одной буквицы там по нескольку значений. По 7, 8, 10, 15, 12, там без разницы, в зависимости. Образов. Да, образов. Понимаете? И то, что мы говорим, это очень важно. То есть нельзя просто так слова выпускать из себя. Во, хороший пример. Проводили эксперимент. Три горшочка, три семена и повторяли этот эксперимент многократно. То есть один и тот же результат. Сядет первому горшку, говорят матерные слова, но очень ласково. Второму горшку говорят, то есть с интонацией ласковой. То есть мысленно думают о хорошем, но говорят плохое. Это раз. Второму горшку матерят очень сильно и мысленно гнобят. И третьему говорят хорошие слова, но со злобой. То есть на словах ласково, но мысленно очень злобно. И что ты думаешь? Ну, тот, который гнобили и что думали, то и говорили, он даже не пророс. Тот, который материли, но при этом думали хорошие слова, он рос с колоссальной скоростью в 2-3 раза быстрее, чем обычные семена. Читаю. Ну, как тебе еще пояснить? Если ты с мечом идешь. Вода тоже самое. Что ты привязался к этому слову? Так ты сама сказала. Ты не просто сказал, ты об этом еще и подумала. Ты уже это в эфир пустила. Ну и что? Ну, как пустим? Ну, что теперь? Пустите. Ну, для тебя это пустые слова. Для меня это что? А потом не удивляйся, почему такая реакция идет от других людей. Уже, уже, так говорится, слово не воробей. Уже вылетело. Все возможно исправить, переосознать. Остановись, меч. Вернись назад. Ты можешь сам свой собственный диалог внутри открыть и осознать. Сказать, я осознал. Я убираю этот образ. Нет у меня никакого меча. Я к этому не готова. Нет у меня никакого меча. Да, мы должны меч в можно убрать. Да, все, я без меча. Вернись назад. Я не хочу никому зла причинить. Все. Я не хочу зла причинить. Ну, зачем мне меч? Мне не выставляли много денег. Да ты замкнулась на деньгах. С любовью. Ну, с этим надо работать, дорогой. Не работать, а трудиться. А когда нас воспитали, тогда выросли, извини меня, вот так вот перестроиться, не знаю. Это по мне. Может быть, другие сразу уже другие стали. Не знаю, это очень тяжело. Но мы же учимся на протяжении всей своей жизни. Это нормально. Самый большой труд в жизни – это самовоспитание. Вот уж. Самовоспитание. Слово «воспитание»… Есть мнение, что научить другого человека невозможно. Он может только сам научиться. Поэтому даже само слово «воспитание», вот эта приставка «самов», оно лишнее. То есть воспитание может быть только самого себя. Потому что «воспитание», оно состоит из нескольких слов. «В ось питания». Вот она, твоя ось, да? И ты в собственную ось приносишь питание. Вот чем ты и напитаешь свою ось, такое у тебя и будет воспитание. Интересно, молодежь сейчас работает со своими детьми? Нет. Почему нет? В частном порядке. В основном нет. Но есть определенные сообщества, которые вот именно эти данные дают. Ладно, уже с нами поздно работать. Нет, не поздно. Ни с кем не поздно. Зачем ты сама на себе ставишь вот этот образ поздно? Ничего не поздно. Сейчас ее, наоборот, возрождение. Зачем ты сама себе образ ставишь, что поздно? Мне никогда не поздно. Ну, тебе еще жить и жить. А тебе еще не жить и не жить? У меня уже финишная прямая. Опять сама себе образ накладываешь. Зачем? Наоборот. Говорим, вы не стесняйтесь перестраиваться. Мы сейчас зажмем. Главное, не переходить на личности и не обижаться. Я много раз слышала, но чтобы вот так себя перестроить махом и разобраться в этом, понимаешь, это очень тяжело. Для меня это не доходит. Нет. Подождите, смотрите. Сейчас объявляют быстро войну на нас напяли, например, китайцы. Какая война? Перестань образы накладывать. Подожди, сейчас образно говорю. Да не надо. Вот в том-то и дело, что образно. Я же говорю, в таком плане. Напали китайцы? Да. Вот, например, подождите. Я против. Что мы будем все делать? Мы вооружаемся, бежим, защищаем. Накладываю ветра. Понимаете? Мы же не будем сидеть. Кто обучение проводит? Мы же будем защищаться. Да, я так раз не скажу уже. Ну, что ты этот пример привел? Вообще не тот. Что-то парень наш говорил. Куда ты на войну-то? Она мечт и про войну. Он тоже перестроится. Все по-разному. Я говорю про образы. Ты вроде догнал. Сам накладываешь образ войны. Мы наговорим на пример. Мы остановились на отделении себя. На примере. От паспорта. Дальше. А то мы что-то в сторону ушли. Ну, давай, давай. Вот этапы самоопределения. Я тебе говорю, сейчас мне тяжело себя отделить от паспорта. Я сейчас поняла, кто такой паспорт и кто такой я. А может быть вообще не поняла. А кто такой паспорт? Вот. Бумажка, да. Дорожный билет, который нам выдали. Все услышали, кто такой паспорт? Кто-то услышал, нет? Кто такой паспорт? Она его оживила. Кто такой? Ну, что такое? Кто такой паспорт? Слово не воробей. Ты уже образ наложила. Ты так подумала. Ты так сказала. Для тебя паспорт живой. Хорошо, дальше. Одушевленный. У тебя душа там, что ли, получается? Я не знаю, где моя душа. В чем тут моя душа? У меня пока мозги работают. Давай с самого начала. Паспорт это кто или что? Ну, конечно, бумажки что. Они одушевленные. Ну, а почему у тебя это слово выскочило? Ну, не знаю. Вот выскочила и выскочила. Так, и что? Что? Ну, что такое паспорт? Я тебе не скажу определение. Ну, ты же сказала. Я разобралась. Что такое паспорт? Я не разобралась. А, не разобралась. Определение давать. Вот как в школе выучил правила. Жиши пиши. Я так определение паспорта не выучила. Слушай, вот эти все правила в школе, которые дают, это программы. Вот. Это буквально запрограммировали всех? Перестаньте думать программами. Вот он мне начал. Программа Конституция. Там написано. Какой-то программист создал программу под названием Конституция. И ты начал на нее ссылаться. Ссылка на файл. Файл лежит там. Ярлык ты мне даешь в руки и говоришь. Вот тебе ярлык на Конституцию. Иди сходи и сам на это прочитай. Я тебе сказал, выруби программы и давай свое мнение. Сам напиши. Свою собственную. Будь творцом. А не подтягивай программы других программистов. Все дело в том, что нас приучили, как говорят. Без бумажки ты букашка. А от бумажки человек. Если да, я сейчас родила своего ребенка. Живого мальчика или девочку. Да. Потом я сама на них оформила все эти бумажки. И что теперь? Ну дальше разделить. Разделим мы. Бумажка отдельно. Этот живой человек отдельно. Которого я родила мальчика. Но он пока еще с этой бумажкой ходит. И без этой бумажки нас нигде не принимают. Почему мы букашки? Кто не принимает? Система не принимает. Система не принимает. Потому что она свои правила установила. Эта система установила правила. И говорят, ребята, будете в этой системе жить так, как мы установили. Как сказал один этот пристав. Вот когда будет ваша власть. Тогда мы будем жить так, как вы нам скажете. А пока наша власть. Вы будете делать то, что мы вам сказали. И поэтому эту систему сейчас попробуй поменять. Да, машем мы там своей этой бумажкой. Что мы паспорт это отдельно. А мы тут отдельно живые. У нас же кровь идет живая. В жилах. Как? Это очень тяжело. Ты понимаешь что? Везде бумажки требуют. Не везде. Ну как не везде? Ты сюда с бумажкой зашла? Ну. Я не вас умею ввиду. Господи боже. Какая разница? Ну как какая разница? Большая. В том-то и дело, что большая. Уже себя учишь не ходить с этой бумажкой никуда. Я знаю многих людей, которые вообще без бумажек живут. Я не знаю таких людей. Я знаю. Ну и сколько много? Ну сколько много? Много. Чем больше таких будет, тем больше будет результата. Раньше вообще без бумажек жили. Знаю. Ты в курсе? Знаю, что не было бумажек. Сколько человек существует? Паспорта выдавали тем, кто выезжал за границу. Кому-то там. Два-три века только вот эти вот паспорта существуют. Да. Это для того, чтобы, наверное, они там что-то придумали. Это вот римляне или кто они там сидят. Умные люди, мужики. И вот, наверное, вот эти бумажки. А до этого как человечество выживало? Да что-то вы знаете, как оно выживало. Села, пахала, слушала, жила. Как-то общались они. Я же не знаю, как они там жили. Ну то есть возможно жить без бумажек? Наверное. Наверное? Да, наверное возможно. То есть берем вот это 99% истории человечества без бумажек и 1% с бумажкой. И ты говоришь, наверное, возможно? Наверное, возможно. Я не знаю, как они жили там. Я без понятия, как они жили. Да не важно, как они жили. Они жили. И это факт. И неоспоримые. Пусть они там, они уже их нет. Как мы будем жить без бумажек? А как захотим, так и будем жить. Давайте. Например. 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 Вот мне сейчас нужно сдавать билеты. Без бумажки у меня не примут их. Скажешь, дедка, ну-ка покажи бумажечку. А мне придется нести. А билеты на чье имя куплены? На мое. На твое? Конечно. На паспорт. На имя паспорта. А я ж не хочу им дарить на имя паспорта. Я хочу себе забрать. А паспорт кто выдал? Кто создатель паспорта? МВД у нас создатель паспорта. А что ты хочешь? Я деньги хочу им забрать. Деньги? А деньги чьи? Деньги тоже, наверное. Но я на них живу. Я на вот эти билеты, талоны на продукты, которые нам тут дают в концлагере. В лагерях. И мы отовариваемся в этих павильонах тюремных. Тюремских. Вот я хочу их забрать. Потому что вот без этих бумажек мне хлеб не дадут. Понимаешь? А источник получения этих бумажек какой? Пенсия? Да. Или страховое пособие? Пособие. Страховая пенсия. А ты не пробовала найти собственный, независимый источник получения таких бумажек? Это как? Это как? Нет. Это что такое? Что это значит «собственный»? Собственный, независимый источник дохода. Самой работать? Трудиться. Не работать. Работать от слова раб. Нет. Я не искала. Почему? Потому что не каждому это дано. Почему не каждому? Ну, потому что. Все находят собственный доход. Я считаю, что каждый может. Ну, может. Но не делают. Кто может, тот работает. И находят собственный доход. А это 3% от 100. Ну, а ты почему не ищешь? Зачем мне это нужно сейчас? Куда проще бегать с какой-то бумажкой под названием «Паспорт»? Мне зачем сейчас искать это, скажи? Как зачем? Чтобы не бегать и не выпрашивать какие-то там копейки. Ты о чем вообще? В смысле, о чем? Например, скажи какой-то… Например, конкретный пример. Сейчас скажу. 9 лет не работаю и не собираюсь. Есть источники дохода, независимые свои. И есть такие молодые люди, которые на себя работают. Да не работаю я, тружусь. Ну, трудитесь. Это, знаешь, тяжело эти слова сейчас поменять. Это самое. И я тебе говорю, тот, кто на себя работает, и этот доход нашел, вот он и работает. А остальные на него работают, на всех. Нет, на меня никто не работает. Ну, это ты один такой. И мы несколько человек. И я ни на кого не работаю. У тебя образование другое, Антон. Какая разница, какое образование? Как это какая разница? Вообще без разницы. Если у меня нет твоего образования, как я могу на себя работать? А знаешь, какое у меня образование? Ну, наверное, техническое такое. 80% моего образования состоит из самообразования. Самообразование. Мы будем дальше темы. Так я тебе по теме и говорю, все, а ты не слышишь. Знаешь, почему у тебя вот это вот, сейчас скажу. Сейчас выйти на мысли, подожди. Знаешь, почему тебе тяжело осознавать? Даже вот слово работать заменить на слово трудиться. Почему? Мы в самом начале говорили, что такое живой. Саморазвивающийся в стадии развития, да, организм. Подожди, подожди, я закончу мысль. Я тебе указываю, почему тебе трудно. Если ты это осознаешь, тебе будет легко. Семя в самом начале, оно очень быстро развивается. Оно прям махом растет и это. А вот стадия увядания, оно не развивается. Так вот, у тебя ярко выраженная стадия увядания. У тебя постоянно идут самозапреты, самонакладывание образов. Именно вот этого образа увядания. Я на финишной прямой, ты говорила. Куда мне в моем возрасте учиться, это мне не дано. Ты сама на себя накладываешь образ увядания. Наложи образ, семечко развивающееся. Вот только посадили. И все у тебя получится. Я всегда считала живой. А когда мне открыли глаза год назад, что оказывается, мы все тут, блин, мертвые с 1899 года. Да не мы. Когда эта бумажка показала, кто я такая, у меня шок был. Не мы, а персоны. Не ты, а бумажка мертвая. Я всегда себя считала живой. И мне определение, что я живая, мне не нужно. Потому, что я всегда себя считала живой. И не мертвой. И что мне было самоопределяться, если я хожу, я разговариваю. Как? Я не понимаю этого. И кому-то я должна доказывать, что я живая? Не надо никому доказывать. Нужно осознать. Я осознала. Я тебе говорю, что я всегда живая. Нет, у тебя нет осознания, у тебя нет растождествления между бумажкой, персоной и тобой. Меня не волнует эта бумажка вообще никак. Как тебя не волнует? Ты о ней говоришь. Я о ней вообще никак не говорю. Она мне сто лет не нужна. Тебе нужны деньги. Ты без паспорта не можешь. Как жить без паспорта? Паспорт не отдам. Кто такой паспорт? Паспорт, паспорт, паспорт. Правильно. Потому что пока эта система существует, будете все жить по их правилам. Да, она потому и существует. Потому что народ отождествил себя с этой бумажкой. Вот когда народ не отождествит, а у нас многие отождествили себя с этой бумажкой. Многие. 99%. Уже меньше. Ну, может быть. С каждым днем все меньше. 1,5. Вот сегодня у меня одна женщина, тоже живая, как она себя считает. Она меня спросила. А как быть? Говорит, я собираюсь какую-то фирму открыть, но необходимо для бизнеса. Вот я, говорит, живая. А как мне вообще взаимодействовать с системой? Как я могу живая взаимодействовать с системой? Это же, говорит, опять через персону, через паспорт. Я говорю, а в чем проблема-то? Я не вижу проблем. А как? Она считается живой, но она не осознает, как это вообще существовать в этом мире без взаимодействия с системой. А можно. И так, и эдак. Можно не взаимодействие. Можно взаимодействие. Взаимодействие можно через свою персону. Через тот самый паспорт. То есть, это как бы ключик к проходу в систему. У меня есть вот эта бумага под названием паспорт. Я ей пользуюсь. Я получаю от нее пользу. Я когда достаю, я говорю, без оборота на меня. И роспись ставлю определенным образом. И для меня нет проблемы, чтобы через свою персону проявить свою волю донести до системы. Это бумажка и говоришь, без оборота на меня. И что они так испугались и на тебя ничего не оборотили, что они должны на тебя были оборотить? Долги повексили. Ну, и что ты сказал? И что никаких долгов на тебя нету? Ну, пока нет. Как это нет? Ну, так. Суды живых не сунет. Да что вы говорите? Да. Да, конечно. Это вот как у него как-то получилось. Потому что там супер. А так-то и плевать они хотели. Галина, да вы же по всей России проходите. Да я знаю, что проходят. Ну, успешно проходят. А ты смотрела видео «Королевское постановление»? Я специально разъяснял, почему. этот процесс был выигран. Не смотрела? Я все смотрела, но я не могу все запомнить. Я знаешь, сколько смотрела? Мы даже с тобой разговаривали отдельно. Помнишь? Ну, там тоже видео с тобой есть. Не успеваешь? Меня из зала суда выгнали. Живую. Когда я заявила и паспорт ему не показала. Он говорит, быстро отсюда уходи. И четыре амбала вокруг меня встали и говорят, давай мы тебя сейчас вынесем отсюда. Вот мы живые. Вы не знали, что делать? Ты тогда тоже с мячом пришла? Нет. Нет? Только с флагом? С любовью. С любовью? Я говорю, я тебя люблю, Калякин. Сил нет, как люблю. Ну, вы же не вместе. Ну, жалко, что мы аудио записываем, а не видео. Я говорю, соскучилась по тебе. Я бы показал выражение твоего лица, с какой любовью ты пришла. Он говорит, ты кто? Ну, я ему сказала, кто я. Так вот, возвращаемся к первоначальному пути самоопределения. Первое, это не самоопределение. Потому, что прежде чем самоопределиться, нужно растождествиться с персоной. Растождествиться с персоной. Я так и знал почему-то. Что такое тождественность? Единение? Ну, да. Единство. Объединение. Ну, то есть отделить себя от документов или в данном случае от паспорта. В данном случае не себя надо отделять от персоной. А именно, вот отделить это путем деления. А растождествить, это значит, что, ну, буквально я вот говорю, вот стакан, да, а вот телефон. Давайте будем считать, что это два абсолютно равных объекта. Вот они не могут существовать отдельно. Вот, что это одно и то же, что это одно и то же. Все говорят, да как так? Ну, не, давайте условно, что это одно и то же. Ну, ладно, давайте. Ну, то же самое сделали с нами. Отождествили нас с персоной, с паспортом, с бумагой. И вот люди начали говорить, я по паспорту такой-то. Мои персональные данные. Вот недавно женщина звонила, говорит, меня за маски за это задерживают. Говорит, требует мои персональные данные. Говорит, что им нужно сообщить? Она живая, осознанная, как она говорит. А, говорит, им нужны мои данные. Что им можно сообщить? Я говорю, ну, сообщи там объем бюста, объем бедер, что-нибудь такое, скажи им, цвет волос. Говорит, да не мои, а мои персоны. Я говорю, ну, так и говори. Персональные данные. Они потому и называются персональные, потому что они не относятся к человеку, они относятся к персоне. И вот когда растерзвисление, это буквально осознать, что есть ты, неважно кто, там, душа, тело, физическое, кости, плоть, там, кровь, божественная душа, там, какой-то человек, мужчина, женщина, неважно, есть ты, все. А есть персональные данные, которые существуют в виде паспорта, актовых записей и т.д. и т.п. Вот этот момент самый, вот этот, нужно вот так себе тут отложить, чтобы не спотыкаться и чтобы автоматически не ответить на его вопрос. Нужно отвечать, а вы к кому обращаетесь? Они это делают каждый раз, когда, сразу же в самом начале, когда они с вами разговаривают. Первое, что они устанавливают, это персональные данные. Назовите ваши персональные данные. Имя, отчество, фамилия. И вот, если человек называется именем, отчеством, фамилии, то он сам себя признает, ну, буквально, вот я сегодня разговаривал тоже с одной живой, якобы осознанной женщиной, которой я ей спрашиваю, ты кто? Элементарный вопрос. Сразу можно, вот человек отвечает на этот вопрос, сразу видно, живой, неживой, осознанный, неосознанный. Я спросил, ты кто? Она говорит, ну, допустим, Елена. Вот. Елена. То есть, она назвалась именем. Что такое имя? Имя, это наименование. Где бывает наименование? Наименование товара, наименование торговой марки, бренд, логотип, название корабля. Тут перезагрузка у нас должна быть, вот тут, вот видишь, какая грань маленькая. Так эта грань очевидная, я вам о ней говорю, осознайте это и больше никогда не называйтесь именем. Вот. Можете называть меня, обращаться ко мне по имени Антон. Вот и все. Я не Антон, потому что Антон это имя, а я живой мужчина, хозяин этого имени Антон, потому что я его сам себе придумал. Вот видишь, как в Советском Союзе как обращались к населению, ну как вот, мы как, у нас лет не было ни сэр, ни пани, ни кто там, у нас как, мужчина, эй, мужчина, эй, женщина. Товарищи были. Товарищи были. Товарищи были. Товарищи были. Товарищи редко. Я слышала всегда, мужчина или женщина, понимаешь. Да, не, всегда товарищи. А никогда в троллейбусе не называли тебя, эй, товарищ, передай на билетик. Не, ну это понятно. Все были товарищи. А я не сильно занимаю у вас это, а то что-то все со мной. Нормально, нормально. Но мы учимся. Благодаря вам мы учимся. Да. Ты видишь, мы этот, мы устанавливаем, мы ищем точку равновесия между двумя противоположностями. Мы даже сидим так. Ты на том краю, я на этом. Вот эту брань, вот эту брань, когда я привыкла там себя ассоциировать с кем-то, с кем-то, типа с персоной. И вот это вот не забыть сказать, что я женщина, что-то возьми. Зачем же он вас будет брать? А зачем тебе черт? Зачем ты постоянно вспоминаешь? Ты уже третий раз говоришь это слово. Да, это уже как-то. Научись внутри правильно мыслить, и тогда у тебя ни одного лишнего слова не вылетит. Это тяжело. Это тяжело, потому что ты сама себе образ увядания наложила. Еще раз поясняю. Мне это не дано. Я на финишной прямой. И т.д. и т.п. Нам все дано, только лень. Опять ты сама себе образ накладываешь, что тебе на всю лень. Ну... Зачем? Ты не просто на себя, ты на нас всех накладываешь. Ой, господи, не нами на вас. Еще одно слово вылетает. Не упомяну, не псуй. Давай, мы вот стакан от телефона... Я хочу договорить про женщину, которая Елена называлась. Говорит, я Елена. Я говорю, ты что, имя что ли? Он говорит, нет, я живая женщина. Я говорю, а дальше? Живая женщина Елена. Я говорю, ты только что называлась живым организмом и тут же именем. То есть, ты говоришь, я живой организм и имя. Я говорю, так кто ты? Он говорит, ой, нет, не так. Я живая женщина, нареченная родителями именем Елена. Я говорю, так все, кто ты? Он говорит, живая женщина. Я говорю, ну вот. Хотя же она позиционирует себя осознанной живой женщиной. Элементарный вопрос я задал. Ты кто? Два слова. Научитесь сами себе отвечать на этот вопрос. Кто я? Каждый раз, как утром встаю и говорю, ты кто? Да. А еще мультик этот. В зеркало. Как там енот? Крошка енот, мультфильм. Посмотрите. Субтитрыæм. Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok